Хай, это гайд на Алхимика Джубилоса для новичков. Прогрессия точности атак 15 за 20 уровней. Прогрессия кругов заклинаний, как у Магуса, 1 круг за 3 уровня. Алхимик кидает бомбы. Эта атака касанием идёт против третьего типа брони. Очень высокая вероятность попадания. Соответственно, нужно много агилы, чтобы попадать. У Алхимика нет атакующих заклинаний, но как только бомба попала в цель, применяется эффект бомбы. Точность этого эффекта зависит от модификатора интеллекта. Поэтому Алхимика можно считать кастером, и ему нужно много интеллекта. Также модификатор интеллекта увеличивает урон бомб, количество бомб и количество кастов заклинаний. Раса. Хороший вариант, маленькие пиздюки, потому что у них есть бонус точности за размер. Но у мелких нет бонуса к интеллекту. Вариант эльф. Бонус к интеллекту и агиле. Алхимик самый жадный класс по способностям, поэтому можно взять человека, чтобы был бонус интеллекта, и на старте можно было взять две способности. Стрельба вблизи и меткий выстрел. У Джубилоста на старте 18 интеллекта, еще плюс один на четвертом уровне. Его мы будем максить. Мало агилы, всего 14. 12 харизмы, это расовый бонус для Алхимика абсолютно бесполезный. Четыре архетипа. Алхимик обычный. Алхимик умеет использовать простое оружие и бомбы. Обратите внимание, только простое оружие. Умеет носить легкие доспехи, но не щиты. Бомба наносит 1д6 огненного урона за каждые два уровня Алхимика, плюс модификатор интеллекта. Радиус броска 30 футов, радиус зоны поражения 8 футов. Прямое попадание. Цель получает полный урон от бомбы, плюс модификатор интеллекта. Если возле бомбы в радиусе 8 футов стоят враги, они получают урон брызгами. Минимальный урон бомбы, плюс модификатор интеллекта. На 20 уровне урон бомбы 10д6. Значит урон брызгами будет 10, плюс модификатор интеллекта. Также враги могут сделать спас-бросок реакции, чтобы уменьшить урон вдвое. Точность эффекта равна 10, плюс половина уровня Алхимика, плюс модификатор интеллекта. Вы можете увеличить точность только за счет увеличения интеллекта. Универсальный метатель, плюс один точности взрывающимся метательным оружием. Работает на бомбы и алхимический огонь. Также алхимический огонь получает бонус урона от модификатора интеллекта. Мутаген, длительность 10 минут за уровень. Дает плюс 2 брони, плюс 4 к выбранной характеристике. Нас интересует агила для точности дистанционных атак. Также мутаген дает штраф. За агилу штраф к мудрости минус 2. На самом деле мутаген нужен только вивисектору и мультиклассам. Обычный алхимик будет его использовать в начале игры. В будущем вы возьмете открытие когнатоген. Это такой же мутаген, только он дает бонусы ментальным характеристикам, а штрафы к физическим. Нас интересует когнатоген на интеллект, чтобы увеличить точность эффектов бомб. Долгосрочный мутаген. Мутаген и когнатоген действуют час за уровень, а не 10 минут за уровень. Для вивисектора бесполезная способность, но для обычного алхимика очень приятный бонус. Вы видите на пятом круге 3 заклинания. Применяем высший когнатоген интеллект плюс харизма. Он дает плюс 6 интеллекта. Заходим на пятый круг и видим уже 4 заклинания. Когда мы отдохнем, когнатоген будет еще действовать несколько часов. У нас останется плюс 1 заклинание. Будут дополнительные бомбы, урон и точность эффектов за дополнительный модификатор интеллекта плюс 3. 20 уровень. Грандиозное открытие. Каждые 2 уровня вы будете брать открытие. В основном это бомбы и мутагены. На 20 уровне будет сразу 2 открытия. На втором уровне вы получите устойчивость к ядам плюс 2. На пятом уровне плюс 4. На восьмом уровне плюс 6. На десятом уровне иммунитет к ядам. Абсолютно бесполезная способность, потому что у харима в книге есть заклинание коллективная защита от яда. Если змея укусит жубиоста за писюн, харим как врач-профессионал может высосать яд из проблемного места и спасти товарища. Также у вас появится сакральная защита от яда на подконтрольной территории, плюс сам алхимик может взять заклинание защиты от ядов. Открытие. В начале игры алхимик дамажит всех и врагов и союзников, поэтому он быстрее поубивает ваших милишников, чем врагов. Вы должны на втором уровне взять открытие точные бомбы. Теперь бомбы работают только на врагов. Алхимик может использовать заклинание только на себя, но проблема в том, что большинство заклинаний алхимика самому алхимику нахуй не нужны, поэтому нам нужно открытие насыщения, и теперь можно применять заклинания и на тиммейтов. Также есть заклинания, которые всегда можно применять только на себя. Насыщенный алхимик может применять даже такие заклинания на тиммейтов. Например, магический щит или трансформация. Спонтанное исцеление. Вы можете восстановить 5 хитпоинтов за каждые 2 уровня алхимика. Зачем вообще добавлять такие открытия? Чтобы новичок по незнанию его взял, а потом у него сгорит жопа, когда он поймет, что ему не хватает открытий. Взрывчатая бомба. Вы поджигаете цели, а на каждый раунд получают урон огнем 1 до 6, и каждый раунд проходит проверку реакции, чтобы потушиться. Кислотная бомба. Меняет тип урона с огненного на кислотный. Может пригодиться против некоторых типов врагов, у которых иммунитет или защита от огня. У Джубилота есть кислотные бомбы. Он появляется в главе с троллями, у некоторых из них есть резист от огня, но нет защиты от кислоты. Когнатоген. Чтобы было больше интеллекта. Также можно взять высший когнатоген и великий когнатоген. Консервация органов. Шанс 25% избежать скрытой атаки и крита. Это открытие больше подходит милишнику Вивисектору. Можно взять 3 раза и у вас будет шанс 75%. А у друида в форме громадного элементаля шанс 100%. Удушающая бомба. Бомба не наносит урона, но накладывает на цель дебаф Тошнота. Враги могут двигаться, но не могут атаковать, не могут кастовать и не могут предпринимать любые действия, для которых нужна концентрация. Длительность эффекта зависит от уровня бомб. На 10 уровне у вас будет 5 бомба и длительность будет 5 раундов. Враги каждый раунд будут делать новый спас-бросок, чтобы избавиться от эффекта Тошноты. Смоляная бомба. Враг приклеен к земле и опутан. Соответственно, вы можете его спокойно расстрелять. У волшебника есть похожее заклинание паутина, которое фиксирует врагов на месте. Враги, по которым попали брызги, только опутаны. Скорость передвижения 50%, точность минус 2, а гила минус 4. Чтобы кастовать, нужно проходить проверку концентрации. Длительность 1 минута спас-броски каждый раунд. У друида много таких заклинаний, но они работают и на врагов, и на союзников. Силовые бомбы. Наносят силовой урон 1д4 вместо 1д6. Враг падает на землю, на следующий раунд он встает, и по нему проходят неочередные атаки. Ослепляющие бомбы. Накладывают на цель дебаф слепота. Шанс 50% промахнуться, минус 2 брони. Цель теряет защиту за модификатор агилы. Враги, по которым попали брызги, становятся растерянными. Минус 1 точности, длительность 1 минута. Быстрые бомбы. Алхимик бросает 1 бомбу на 1 уровне и 1 на 20 уровне. Количество бомб не зависит от модификатора атаки, способности, быстрый выстрел, заклинания, ускорения. Вы все равно кидаете 1 бомбу за ход. На 8 уровне вы можете взять открытие «Быстрые бомбы». Это модальная способность, и когда она активирована, работают бонусы, дающие дополнительные атаки. Модификатор атаки, ускорение и быстрый выстрел. Проклятые бомбы. 4 комплекта бомб по цене 1. Слабость. Минус 6 силы и агилы. Хилое тело. Минус 6 выносливости. Глупость. Минус 6 интеллекта, мудрости и харизмы. Порча. Минус 4 спас броски и точность. Длительность эффекта навсегда. Вот такой вот охуительный мастер башенного щита 20 уровня. Я показываю эффекты на тиммейтах, но вы должны понимать, что ваши точные бомбы на тиммейтов работать не будут. Заклинания. У алхимика из-за высокого интеллекта много костов, но мало заклинаний, поэтому всю ситуативную хуйню нужно спихнуть на волшебника и клирика. Например, защита от стрел врагов снайперов в игре мало. Это заклинание может взять волшебник на уровне, а нормальное заклинание, например, опаляющие лучи шар огня, выучить из свитков. Защита от элементов, защита от яда, снятие слепоты, исцеление болезней и так далее. Это все очень ситуативные заклинания и все они есть в книге священника. Первый круг. Когда я стану президентом США. После волшебника, священника, друида и барда собаку Экандео будет кормить алхимик. Волшебный щит. Волшебники Магус могут использовать это заклинание только на себя. Насыщенный алхимик может применять его на тиммейтов без щита. На Амири, на Нок-Нока и, конечно же, на собаку Экандео. У нее и так дохуя брони, а теперь будет еще плюс 4. В гайде на друида я говорил, что друид в форме зверя с одним типом атаки может кастовать заклинание каменный кулак и будет плюс 1 дополнительная атака за ход. У собаки Экандео как раз один тип атаки. Джубилост может скастовать на нее заклинание каменный кулак и у собаки тоже будет дополнительная атака каменным кулаком. Поскольку каменный кулак это атака касанием, вероятность попадания этой атакой будет даже выше, чем обычным укусом. Второй круг. У Джубило стоит заклинание Кошачья Грация. Плюс 4 агилы. Очень полезное заклинание, но уже на торговом посту Олега можно купить пояс на плюс 2 агилы. Позже у вас появится пояс на плюс 4 агилы. Заклинание станет бесполезным и его можно будет кастовать только на собаку. Поэтому его можно взять на волшебника и линзи. Дубовая кожа дает броню, подавляется амулетом брони, но прогрессия этого заклинания быстрее, чем у вас будут появляться более качественные амулеты брони. Невидимость. Защитное заклинание. Исцеление серьезных ранений. Третий круг. Марева. Шанс 50% избежать вражеской атаки. Вешать на танка или на себя, чтобы игнорировать вражескую защиту за модификатор агилы. Ускорение. Плюс 1 атака за ход всей команде. Исцеление тяжелых ран. Четвертый круг. Невидимость высшая. То же самое, что и Марева. Каменная кожа. Исцеление критических ранений. Когнатоген вытягивает характеристику. Алхимик на четвертом круге может взять заклинание восстановления, которое лещит вытянутые характеристики. Это заклинание брать не надо, потому что у священника оно есть. Пятый круг. Всякая хуйня. Можно взять метамагию длительных заклинаний, чтобы перенести заклинание четвертого круга на пятый. Шестой круг. Заклинание трансформация делает базовый модификатор атаки равный вашему уровню, как у воина и рейнджера. Можно вешать на себя, на нок-нока и, конечно же, на собаку Экандео. На 17 уровне можно взять из лечения. Очень много лечит. Хирург. Алхимик это дэмэдж дилер рэнджевик, и он не может бегать по драке, как поливаем медсестра и всех лечить. Для этого есть Харим и Линдзи. У хирурга вообще нет защиты от яда. Ну и хуй с ней. На втором уровне появляется насыщенное целебное средство. Вы можете применять лечащие заклинания не только на себя, но и на тиммейтов. Проблема в том, что снятие болезни, снятие слепоты, защита от яда – ситуативное заклинание, которое есть в книге священника. Вы видели, какие заклинания мы брали в книгу, поэтому хирургу все равно придется взять способность насыщения, даже несмотря на то, что у него есть насыщенное целебное средство. Эксперт знания религии. Плюс 3 к знанию религии, и если у вас религия 10, вы получаете еще плюс 6. Если очень хочется, можно взять обычную способность эксперт знания религии. Проблема в том, что знание религии – не классовый навык. У алхимика модификатор мудрости 0, поэтому навык знания религии на старте будет один. У алхимика много интеллекта и много очков навыков, поэтому религию все-таки можно замаксить. Плюс мы все равно на харима будем качать восприятие и религию. Власть над смертью. На четвертом круге в книге появится заклинание «Дыхание жизни». Лечит 5d8 плюс 1 хитпоинт за уровень. Также оно может воскресить тиммейта, который умер меньше чем 2 раунда назад. За 6 глав я использовал свиток воскрешения 2 раза. Первый раз на совухах, второй раз на дьяволице сирокет. Проблема в том, что бой начинается без подготовки, вторая проблема из-за бага сирокет бессмертная. И ее нужно правильно убивать. Так что игру можно пройти вообще без воскрешений. У священника в книге тоже есть заклинание «Дыхание жизни». Из трех способностей хирурга все три абсолютно бесполезны и нет защиты от яда. Когда пациент просыпается, он обнаружил, что его скелета нет. И доктора тоже. В общем, так я потерял свою лицензию медика. Чтобы хирург работал, на втором уровне должно быть обычное насыщение. На десятом уровне должны быть лечащие бомбы, чтобы хирург мог применять лечащие заклинания на дистанции. Блять, как вообще можно играть на алхимике без защиты от ядов? Вы, конечно, можете сказать, коллективная защита от ядов у Харима появится на третьем круге, а до него нужно дожить. А я вам отвечу. На торговом посту Олега можно купить 99 свитков коллективной защиты от яда. Обращение с простым и особым оружием. Остальные алхимики могут использовать только простое оружие. Алхимическое оружие. Вы можете намазывать алхимическую склянку на оружие. Эффект длится минуту или до момента попадания. Вряд ли кто-то будет делать эту хуйню. Точная бомба. Ваши бомбы действуют только на врагов. Дальше можно не читать, потому что гренадер уже круче остальных алхимиков. Вы получаете бесплатно одно из базовых открытий. Можете взять на одно открытие больше. Направленный взрыв. Еще одно бесплатное открытие. Его обычно не берут, но за бесплатно оно очень хорошее. Вы применяете бомбу громадным конусом. Самое главное, конус не дамажит ваших тиммейтов, в отличие от заклинаний волшебника. Ошеломляющий взрыв. Если бомба критует, враг ошеломлен на 1 до 4 плюс 1 раунд. При спас броске ошеломление на 1 раунд. Гренадер самый интересный из алхимиков. Раскачка. Стрельба вблизи. Меткий выстрел. Любимая способность бомбы. Вы получаете плюс 2 ко всем спас броскам против бомб. Проблема в том, что врагов и алхимиков в игре мало. И данная способность абсолютно бесполезная. И это все хуйня. Очередное кривое описание, как и стрельба вблизи, которую позже переименовали в стрельбу в гущу боя. Любимая способность бомбы на самом деле дает вашим бомбам плюс 2 точности против вражеских спас бросков. Что эквивалентно 4 единицам интеллекта. Дополнительные бомбы. Плюс 4 бомбы. Проблема в том, что у других классов количество атак не ограничено. А у алхимика банки с огурцами, которыми он может кидать во врагов, быстро заканчиваются. Быстрый выстрел. Дополнительные бомбы. Метамагия длительных заклинаний, чтобы заполнить книжку и чтобы заклинания работали дольше. Дополнительные бомбы. Уверенное оружие бомба. Точная бомба. Кислотная бомба. Эта кислотная бомба лично мне портит всю прогрессию Джубилоста. На 4 уровне мы могли взять насыщение. Теперь мы его берем на 6 уровне, а здесь мы могли взять тошнотворную или смоленую бомбу. Быстрые бомбы. Когнатоген. Здесь можно взять тошнотворную, смоленую или ослепляющую бомбу. Мы берем когнатоген для 12 уровня. Проклятая бомба. 4 бомбы с разными эффектами. Высший когнатоген, чтобы увеличить точность проклятых бомб. Великий когнатоген. Еще больше точности для бомб. Вы можете взять вместо высшего и великого когнатогена тошнотворную, смоленую или ослепляющую бомбу. Раса Человек. Архетип Гренадер. 10 сила. 16 агила. 12 выносливость. 20 интеллект. 10 мудрость. Харизма 7. Точная бомба у вас уже есть. Насыщение, удушающая бомба, когнатоген, быстрые бомбы, смоляная или ослепляющая или кислотная бомба, проклятые бомбы, высший когнатоген, великий когнатоген, ослепляющая бомба. Ах, вы такие гордые, такие самоуверенные. Пялитесь на все своими тупыми шарами. Приходите и получите свое. Уж я вас встречу ароматом старой доброй серы. Я, блин, мрачная кровавая сказка. С охренительно печальным концом. О, похоже, чертям вас придется по кусочкам собирать. Атака касанием. Защита от атаки касанием состоит из базовой защиты 10, модификатора агилы, плюс 4 за уровень сложности, бонус лишь штраф за размер, бонус защиты кольца, способность уклонения и всякие эффекты, например, бешенство варвара. У Харима есть заклинание щитверы, дает броню и защиту от атак касанием, подавляется кольцом защиты. У Валери на 9 уровне есть защита башенным щитом. Мастер башенного щита добавляет защиту щита против атак касанием. Заклинание ускорения дает плюс 1 брони и плюс 1 защита от атак касанием. У тролля Людоеда 22 агилы, модификатор агилы плюс 6, размер большой, защита от атак касанием минус 1. Атакуем тролля бомбой и видим, защита от атак касанием 19, 10 базовая, минус 1 за размер, плюс 4 за уровень сложности, плюс 6 модификатора агилы. С базовой десяткой и четверкой за сложность мы ничего не можем сделать, но на модификатор агилы мы можем повлиять. Работают все те же фишки, что и у Вора для получения скрытых атак, кроме атаки вдвоем. Самый простой способ использовать заклинание марева. Кидаем бомбу и видим защиту от атак касанием 13, базовая 10, плюс 4 и минус 1 за размер. Если использовать одновременно смоленую бомбу, дебаф опутывания, агила минус 4 и бомбу слабости, минус 6 агила, суммарно минус 10 агилы. У тролля останется 12 агилы, модификатор плюс 1. А потом использовать заклинание марева. Модификатор агилы из-за марева уйдет в 0, но не ниже 0. Минус 10 агилы за опутывание и слабость работать против защиты касанием не будут. Но если у врага изначально мало агилы, например 8, и модификатор агилы минус 1, защита касанием базовая 10, минус 1 равно 9. Применяем смоленую бомбу и бомбу слабости. Видим два дебафа на агиле, опутывание минус 4 и проклятие слабости минус 6. Модификатор агилы минус 5. Защита от атак касанием 10 минус 5 равно 5. У джубилоста 5 уровень, у него нет марева и тем более высшей невидимости. Как вариант можно взять ослепляющую бомбу. Джубилосту нужно минимум 14 точности, чтобы проходить базовую десятку и плюс 4 за уровень сложности. У него 6 точности. 3 за базовый модификатор атаки, плюс 1 за размер, плюс 2 за модификатор агилы. 6 это точность арбалета, плюс 1 точности будет за классовую способность универсальный метатель и плюс 1 за способность стрельба вблизи. Точность бомб будет 8. Уменьшение гуманоида, еще плюс 1 точности за размер и плюс 1 точности за плюс 2 агилы. Кошачья грация, еще плюс 2 точности. Мутаген, еще плюс 2 точности за плюс 4 агилы. У Линзи есть заклинание благословения, которое дает плюс 2 точности. Также у Линзи есть песнь отваги на пятом уровне, плюс 2 точности. В начале игры будет крысиный закоулок. Здесь вас ждут в инвизе 2 крыса-оборотня. Они дают пизды. Если вы их победите, появится третья крыса-алхимик, она точно дает пизды. Поэтому, когда будете покупать алхимику-бомбардиру, свиток защиты от яда, купите еще свиток устойчивости от огня и свиток защиты от огня. С крысы-алхимика вы снимете жилет-бомбардира. Он дает плюс 2 точности к атакам-бомбами. Также выполняйте личные квесты Бакена и постоянно клянчите у него магические предметы. По личному квесту Регангара и Октавии «Жестокая справедливость» вы найдете в сундуке Маэстро Джануша «Власть в шестерни». Артефакт полностью для алхимика. На пятом уровне нас интересует только жилет-бомбардира. Атакуем тролля и видим точность атакой-касанием 20. Я думаю, это хороший результат для пятого уровня. На шестом круге у Джубиоста есть заклинание «Драконий рот», и он может превратить собаку в дракона, и теперь у песика много атак за ход. Но проблема в том, что на шестнадцатом уровне Джубиоста вы возьмете трансформацию, а «Драконий рот» вы можете взять на семнадцатом уровне или никогда. На самом деле никакой проблемы нет, потому что волшебник тоже может превращать тиммейтов в полиморфов. На четвертом круге Октавия может превращать тиммейта в Леопарда, у которого три атаки за ход. На седьмом круге может превращать в Медведя, Смеладона, Виверну, любого дракона первого уровня, и самое интересное – это крупные элементали, потому что у них стопроцентный иммунитет против критов.